Итак, мы начинаем. Даем еще 30 секунд тем, кто присоединился к нам позднее. Добро пожаловать всем. У нас сегодня отличные, воодушевляющие новости. Мы делаем запись вебинара. Давайте проверим, запись включена или нет. Так, запись есть. Итак, давайте начинать. Сейчас я предвину ноутбук поближе, чтобы меня лучше было видно. Это отлично. Примерно 4-5 недель я не мог участвовать в вебинарах. И вот сегодня я с вами. Мы постараемся перевести вебинар на разные языки. Как вы знаете, мы строим международный бизнес, и было принято решение переместиться в Дубай, потому что именно из Дубая мы сможем эффективно взаимодействовать с международными компаниями, международными командами. И как вы знаете, у нас бизнес международный, развивается в разных странах, Европа, Россия, Азия, Ближний Восток. И поэтому очень хорошо, что мы здесь в Дубае. Я уверен, что те сложности, с которыми мы столкнулись на старте, и я думаю, что многие сейчас воодушевлены, когда же состоится перезапуск, новый старт. Итак, отлично. Мы все понимаем. И разочарование, и воодушевление. Я вам хочу сказать, что когда вы делаете что-то невероятное, что никогда не делалось раньше, вы неизбежно столкнетесь со сложностями. Потому что в этом случае вы вынуждены работать на пределе, и в каком-то смысле поднять планку, сталкиваться с трудностями, которые вы не ожидали. И мы с этим справляемся. Мы столкнулись с трудностями, но я могу вас заверить, что эти трудности... Цель стоит средств. Я уверен, что когда произойдет рестарт, это будет записано в истории сетевого маркетинга. Мы можем стать проектом, который достигнет одного миллиона участников быстрее любой другой компании. И это будет рекорд, записанный в истории. Я еще раз всех приветствую, кто присоединился к нашему вебинару. Я хочу также сказать, что многие лидеры с разных стран заверяют нас своей поддержке. И мы чувствуем эту, действительно, замечательную поддержку из разных стран. Мы никогда не видели лидеров такого масштаба. И я вас заверяю, что поставленная нами цель, она абсолютно заслуживает тех, того ожидания, трудностей, с которыми мы сталкиваемся сейчас. И мы собираемся изменить мир вместе. Поэтому спасибо всем лидерам, спасибо всем участникам. И мы все этого ждем. Давайте проведем замечательный вебинар с замечательной энергией. Вы можете даже видеть по моему лицу, что поставленная цель абсолютно достойна затраченных усилий. Каким бы длинным не был путь, если цель стоит проделанного пути, то нужно идти по нему. Да, великие цели достойны великих жертв, так сказать. И когда вы будете слушать наш вебинар, размышляйте о том, что вдохновляет вас, что вы ждете от Дейзи, как Дейзи может поменять вашу финансовую свободу. Подумайте о том результате, который вы можете получить, и, соответственно, поразмышлять о том, почему этот результат стоит ожидания, стоит потраченных усилий. Что может вдохновить вас, что может изменить жизнь вашу и вашей семьи? И вы можете для себя сделать вывод, что поставленная цель заслуживает моих усилий, то есть я это сделаю. Итак, я собираюсь передать микрофон моему бизнес-партнеру Илье. Я очень рад, что ты сегодня с нами. Это замечательный бизнес-партнер, невероятный лидер. И мы с тобой много общались, обменялись различными историями из нашей практики. Мы нашли общий язык, и нас объединяет то, что мы придерживаемся концепции прозрачности, на пути нам попадались различные возможности компании, в которых можно было заработать много денег, но мы отказывались, потому что понимали, что это что-то не то. Это компания, не имеющая реального базиса. И поэтому Илья, это человек, который готов везти людей только туда, где есть что-то реальное. Поэтому давайте начнем. Илья, передаю слово. Давай, перемещайся сюда. Спасибо, Джереми. Нам не хватало твоего голоса и твоей энергетики. Кстати, это первый раз, когда мы встретились вживую, так что это замечательно, встретиться и пообщаться вживую. Итак, у нас была возможность тоже общаться с Анной Беккер практически на ежедневной основе. и мы организовали вебинары на различных языках для разных международных структур, на французском, испанском, на русском языках. И мы обсуждали white paper, и на самом деле немногие люди понимают, что вообще такое white paper и в чем ее смысл. И мы собираемся перевести white paper на разные языки, поэтому проявите терпение. это очень интересное несколько недель, поэтому последние две недели были вдохновляющими, мы обсуждали технические моменты, и мы видим, что рынок на данный момент он тоже нестабильный. и мы хотим послушать результаты от доктора Анны, где она обсудит, что происходит в данный момент на нашем счете. И последний вебинар очень вдохновил людей, потому что они увидели именно реальные результаты торговли, люди хотели бы узнать, что происходит в данный момент на рынке, когда цена биткоина падает, люди в каком-то смысле пугаются, переживают. Я лично на это не обращаю внимания, потому что видел уже столько этих скачков, что уже к ним привык. Да. Мы уже привыкли к волатильности криптовалютного рынка и не переживаем. Что происходит? Вначале я хочу поблагодарить всю международную команду. Спасибо всем, кто присоединяется к нашим встречам. и нужно всегда помнить, что высокая прибыль связана с высоким риском. Помните, что мы в индустрии, которая связана с высокой прибылью, но и высокими рисками. Сейчас я хочу поделиться результатами. Я работаю со студентами, которые только изучают рынок криптовалют. И мы собираем данные, которые нам нужны для Дейси и Эндотек. И когда биткоин был на уровне 57, они спрашивали, нужно ли зайти, зарегистрироваться на Бинанс и купить биткоины. И конечно, я сказал, что не стоит этого делать. это именно то, мы хотим достичь. Мы хотим отслеживать, делать, делать, чтобы система делала анализ за нас. Не чтобы я говорила, когда покупать и продавать, системы делала автоматически. Мы зашли на рынок, когда биткоин был 33 тысячи, и мы периодически выходили с рынка до вот этого момента и продолжали выходить до уровня 57. Мы очень хорошо прошли данный тренд, включая последние 25%. Я считаю, что мы этот тренд очень хорошо отработали. Я думаю, что мы могли бы сработать лучше, если бы Дейзи работала, уже функционировала. Биткоин комьюнити имеет структуры и достаточно волатильности чтобы уходить и если бы у нас было больше данных, мы могли бы структурировать систему точнее. И в данный момент мы ждем, когда волатильность стабилизируется, чтобы мы снова могли начать торговлю. когда вы видите на сайте Дейзи результаты то выше, то ниже, ниже, в этом ничего страшного нет. мы начали торговлю 18 января, до этого мы не могли торговать и сейчас мы получили 19 процентов прибыли и сейчас, как видите, у нас идет ровный график. мы во флейте и как видите, эта линия она практически ровная. я бы хотела показать вам цифру. Это текущий баланс на данный момент 30 миллионов и давайте сейчас сравним это с нашим аккаунтом на бирже Binance. мы получили скажем так некоторые сообщения некоторые партнеры переживают безопасно ли демонстрировать наши счета с такими большими суммами. Я могу вас заверить, что у нас многоуровневая система защиты. Вы можете не переживать, потому что мы предприняли все необходимые меры. Итак, я хочу показать текущий баланс. Это 47 вспомогательных аккаунтов. баланс 1 миллион долларов и 4 миллиона 529 тысяч и раздел фьючерсов 25 миллионов. Извиняюсь. 30 с половиной миллионов. то есть это как раз то число, которое мы видим на нашей бирже. Имейте в виду, что цифры могут немножко отличаться, потому что данные поступают не мгновенно. и у нас 55 различных портфелей, на которых ведется торговля. и мы ждем, когда искусственный интеллект DAISY начнет работу для нас по анализу рынка. И как видите, вот на этом счете точно так же график остановился и идет ровно именно потому, что рынок стабилизировался. по поводу White Paper, по сути, с прошлого вебинара ничего не изменилось, но я хотел бы услышать мнение профессионалов в данной сфере, чтобы они поделились своим мнением о нашем White Paper. Итак, это все на сегодняшний день. Да, замечательно. Да, для меня самое интересное это, когда ты показываешь именно данные на счете биржи Binance и они совпадают с цифрами, которые мы видим на сайте Дэйзи. Это очень круто. Это как раз показывает, что все реально, что это не фейк. Я хотел бы передать дальше слово Эдварду, моему партнеру и другу. Да, всем привет, замечательно с вами со всеми быть, и я рад быть здесь с Джереми, с Ильей. У нас будут очень интересные новости, и, конечно, я понимаю, все ждут новостей, все ждут новой информации, я бы хотел поговорить о том, вообще, для чего была создана Дэйзи. смарт-контракт, очень важный, очень важный. Чтобы оперировать правильно, чтобы achieve what we want to achieve, we need смарт-контракт. Но в реальности Эндотекк и новой АИ, доктор Энна, я всегда говорю, мы строим, как я строим. Я хочу сказать, что, конечно, нам нужен смарт-контракт, но по сути, основная причина, почему мы здесь, это компания Эндотекк и доктор Ана. Каждый ждет рестарта. Мы все должны понимать, что люди ждут, так сказать, работающего сайта, чтобы платежи проходили, но самое главное, что мы имеем, это именно реальная торговля на реальном рынке. Я от некоторых уже слышал, что когда они прочитали White Paper, они сказали, это доктор Анна создала, то есть она гений, а я им говорю, так я вам с самого начала об этом говорил. Мы будем заняты различными вопросами, нам надо встречаться с юристами, мы встретимся с другими бизнес-партнерами, которые помогут нам достигать следующего уровня. я думаю, что самое замечательное начнется, когда люди смогут выводить их прибыль. И это, конечно, будет воодушевлять всю команду. Для меня большая честь присутствовать с вами. Джереми, пожалуйста, возвращайся, мы ждем от тебя новостей. Я хочу вам показать его рубашку, это рубашка Дейзи. Итак, отлично. все ждут новостей относительно перезапуска. лаунч и технологии продвижения процесса и мы на самом деле с Ильей объединились, чтобы реализовать эту идею. это было еще в августе, в сентябре. И мы поставили очень амбициозные цели, чтобы, например, в первую же неделю к нам присоединилось 100 тысяч человек. И для нас это новая область. У нас было видение, была идея. Нужно было найти правильных профессиональных программистов, и приходится обучаться в процессе. И на нашем пути мы видим и хорошие моменты, и не очень хорошие. в процессе готова и на протяжении месяцев лидеры мирового уровня присоединились к нам. мы не просто побили рекорды, мы просто разнесли в щепки. И получается, что мы создали платформу, которая просто не выдержала такой нагрузки. дейзи это дейзи и мы перед это вместе как комьюнити. Мы должны подать другую глаза на платформу и проект и на протяжении последних недель мы постарались, чтобы разные специалисты провели свой анализ дейзи и мы находимся на в начале чего-то действительно грандиозного. Это непросто в некоторых способах, но это очень впросто в других способах, что произошло. Я хочу поделиться мою перспективу на этот процесс. Я думаю, что мы испытываем сейчас это вообще большая доказательность что мы можем дать мире о как дейзи представьте на протяжении последних недель ни один человек не может пройти регистрацию, не может сделать оплату, не может сделать апгрейды. но все 53 тысячи человек, которые присоединились к дейзи в январе, они на данный момент имеют прибыль. Имеют прибыль за счет торговли, не за счет того, что присоединяются новые участники. это является как раз лучшим доказательством реальности Дейзи. То есть, если человек никого не пригласил, если у него нет никаких переливов, он все равно получает прибыль. Это именно то, к чему мы стремились. представьте, что произойдет, когда вы понаблюдаете за этими результатами на протяжении 12 месяцев, когда начнет работать сложный процент. И вы увидите работу сложного процента. я понимаю, что все хотят уже приступать к работе и двигаться дальше. Мы сейчас находимся в стадии тестирования. Мы проверяем функции смарт-контрактов. функции интерфейс и тестирование. Мы проверяем каждую деталь механизма, так сказать. После того, как мы закончим тестирование, мы перейдем к аудиту. интернет тестирование на каждом уровне с каждым компонентом. Это очень важно, что мы продолжим и проходим полный профессиональный третьей партии аудит. И каждый компонент, каждый смарт-контракт будет аудит. Мы собираемся пригласить специалистов, которые проведут профессиональный полный аудит каждого смарт-контракта. И эти профессионалы должны указать на любые недочеты, которые возможно найдутся. И следующий этап это миграция, перенос. У нас 53 тысячи зарегистрированных партнеров. И я хочу поделиться относительно времени. Мы не собираемся запускаться, пока не убедимся на 100% что все работает. У нас большие планы. Мы не стремимся сделать что-то быстренько, давай-давай, быстрее зарабатывай. Мы хотим построить долгосрочный бизнес. бизнес. Мы привлекли самых крутых специалистов, каких только могли найти. Мы не собираемся создать бизнес на миллиард долларов, а потом закрыть его и уехать на острова. Мы хотим создать сообщество, сообщество, которое могло бы работать и функционировать на протяжении десятилетий. Мы в каком-то смысле даже рады, что произошел этот ступор, потому что благодаря ему мы поняли, что наша платформа, которую мы создали, она не готова к такому масштабному росту. и это очень важное. Потому что это бы произошло, даже если систем работали perfectly до фазы потому что сейчас нам нужно перенести только 53 тысячи партнеров, а нам надо было бы переносить миллион партнеров. И вся эта ситуация дает нам возможность переместить, так сказать, DAISY, подготовить DAISY именно к будущему. Например, в фазе 4 мы хотим улучшить агрессивный ДЕФИ-процент, что-то, что-то, но благодаря этой паузе и перестройке структуры DAISY, это позволяет как раз нам идти в будущее уже без проблем. То есть мы опять рассуждаем с точки зрения долгосрочности. То есть у нас стоял выбор либо создать систему, которая побьет рекорды в сетевом маркетинге, а потом застопорится, или все-таки потратить время, сделать паузу на какое-то время, все переделать правильно и создать стабильный долгосрочный проект. И что касается сроков, мы, если берем консервативную точку зрения, скажем так, то мы ориентируемся на 15 марта, то есть крайний срок 15 марта. Но мы сейчас в таком моменте находимся в том моменте, когда основная работа уже сделана, и сейчас основной смарт-контракт разделен на 7 смарт-контрактов, которые работают вместе. И нам осталось, по сути, провести аудит и осуществить миграцию, то есть перенос зарегистрированных аккаунтов на новый смарт-контракт. Мы понимаем, что могут возникнуть еще какие-то дополнительные трудности. Я не гарантирую, что все стартует именно 15 числа, но мы на эту дату ориентируемся. Сейчас пришло время снова начать проводить презентации Дэйзи. И когда мы стартуем, мы планируем всем 53 тысячам партнерам, которые присоединились в январе, мы даем отсрочку не на 48 часов, как раньше было, а на целых 5 дней. То есть это время, на протяжении которого вы будете получать доход со всей матрицы на 10 уровней в глубину без приглашений на протяжении 5 дней. То есть сколько бы под вами не оказалось людей в переливе, на протяжении 5 дней вы будете получать как раз доход с этого перелива. Итак, это наши ожидания. Конечно, мы это не гарантируем, но ориентируемся на эту дату. У нас сейчас работают 3 команды разработчиков. Одна команда занимается блокчейном, другая смарт-контрактом. Я рекомендую всем сфокусироваться на истории Дейзи и на ее концепции. Например, вы можете подумать, почему вы присоединились к Дейзи. Давайте подумаем об этом. Вот. Anyone around the world can become an equity partner in what we believe is going to be one of the biggest technology stories, И я считаю, что в любой стране мира человек за 100 долларов может присоединиться и стать, по сути, совладельцем компании и получать вознаграждение от торговли. И, кроме того, есть возможность, благодаря маркетинг-плану, вы можете зарабатывать именно на построении команды. А те, кто достигает статуса Paysetter, имеют возможность зарабатывать со всех пакетов, приобретенных за определенное время. И это все эти бонусы можно получать, всего лишь присоединившись за 100 долларов. Я считаю, что когда мы откроем двери, это будет величайшая история нашего поколения. Я не знаю, каковы ваши финансовые цели, и каков ваш стиль жизни сейчас, но могу вас заверить, что в этой индустрии это путь к финансовой свободе. Многим этот доход поможет наконец-то избавиться от работы с 9 до 5, от наемной работы. Для некоторых из вас это возможность развить вашу сеть на новом уровне. Может быть, вы занимались уже построением сетей на протяжении последних лет, но здесь вы видите возможность развить эту возможность. У нас есть лидеры, которые уже зарабатывают шестизначные числа в сетевом маркетинге. Может быть, ваша задача выйти на семизначный уровень доходов. Может быть, вы увидели для себя возможность выйти за рамки и выйти на новый уровень. Безграничная энергия и безграничный потенциал. Но чтобы это все произошло, вам нужно принять решение. И на текущие сложности нужно смотреть не с точки зрения разочарования, уныния, но с точки зрения возможностей. Я считаю, что та пауза, которая у нас получилась, на самом деле это хорошая возможность. Вместо того, чтобы ждать перезапуска и тогда начинать двигаться, я рекомендую вам двигаться уже сейчас. А те, кто уже активно занимается построением структуры, вас ждет мощный старт. Поэтому я считаю, что нужно готовиться уже сейчас и начинать уже сейчас. Да, это всегда не очень приятно сталкиваться с различными трудностями, преодолевать, но мы двигаемся. И мы собираемся запуститься и перейти к следующему этапу. И 3 марта мы планируем провести первый глобальный вебинар. И по сути, мощный старт, который у нас состоялся в январе, состоялся как раз благодаря тому, скажем, развитию, росту, моментуму, который создали партнеры за счет презентации, которую они проводили еще в 2020 году. И чем заниматься в ближайшее время? Нужно заниматься приглашением людей, приглашать на глобальный вебинар в среду. И я могу вас заверить, что это будет лучшая презентация, когда-либо сделанная. Мы собираемся поделиться концепцией Дейзи со всем миром. Итак, 3 марта рекомендую присоединяться всем, кто уже зарегистрирован в Дейзи, кто хочет присоединиться к Дейзи. Итак, ребята, всем спасибо. Да, всем пока.